Вы смотрите итоговый выпуск программы Де Факто. События и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Обчистил дом на крупную сумму. Милиция нашла вора, который украл у хозяев денег на 21 тысячу долларов в эквиваленте. Пошел на обгон и врезался в грузовик. В Мозорском районе 4 человека получили травмы в ДТП и были доставлены в больницу. Безопасный двор. Гаира и отделы милиции проводят акцию о соблюдении правил парковки. Когда таможня дает добро? Как безопасно пересечь границу и за какие нарушения можно угодить за решетку? Выясняла Вероника Гомзюкова. О результатах деятельности Гомельской таможни и правилах таможенного оформления поговорим с начальником ведомства Феликсом Яшковым. Начнем с обзора главных происшествий за неделю. Убил одним ударом. 14 сентября в оперативно-дежурную службу УВД Гомельского облсполкома позвонил мужчина и сообщил, что убил приятеля. Все произошло во дворе частного дома по улице Циолковского. Два друга, шашлыки, алкоголь, разговоры по душам. Но только в одном из вопросов их мнения разошлись. Один удар кулаком в лицо и гость больше не поднялся. Задержан ранее был судим за хулиганство. Калинковические оперативники разыскали преступника, который похитил из частного дома более 21 тысячи долларов. Злоумышленник воспользовался незапертой входной дверью и вынес из укромного местечка рюкзак с деньгами. В сумке находилось 5 тысяч долларов США, 25 тысяч белорусских и 300 тысяч российских рублей. Подозрение пало на местного ранее судимого жителя. На месяц он затаился. Однако спустя время пошел в банк, чтобы обменять наличность. Там-то его и задержали оперативники. Не уступил дорогу и отправил байкера на больничную койку. У УВД 20-летний автомобилист стал виновником ДТП с участием мотоциклиста. Авария произошла на пересечении с круговым движением улиц Кирова и Комсомольской. Водитель автомобиля Рено не убедился в безопасности маневра и выехал на главную дорогу, по которой как раз следовал мотоциклист. Байкер госпитализирован. Владелец Рено сообщил, что не заметил мотоцикл. В инциденте разбирается ГАИ. Три автомобиля и четверо пострадавших. В Мозорском районе произошла авария с участием бензовоза и легковых машин. Все началось с обгона, на который пошел водитель автомобиля Ниссан. Он двигался со стороны Мозоря в направлении нефтеперерабатывающего завода. На участке автодороги Бобруйск-Мозорь-Граница Украины выехал навстречу и столкнулся с грузовым автомобилем МАН. От удара Ниссан Ноут отбросило в свою полосу, где он зацепил попутно двигавшийся автомобиль Пежо. В салоне Ниссана находились три пассажира. Все они после происшествия были госпитализированы. Но чтобы извлечь из салона водителя, понадобилась помощь МЧС. У пациентов переломы и травмы различной степени тяжести. Оказалось, в заперти. В Калинковичах спасатели освободили из автомобиля двухлетнюю девочку. Двери машины заблокировались, и папа не смог их открыть. Работники экстренной службы выяснили, что неисправен центральный замок и при помощи подручных средств смогли достаточно быстро открыть двери автомобиля Мерседес. Ребенок не пострадал, но его отец изрядно понервничал. Многие из нас видели, как машина скорой помощи не может подъехать к жилому дому, где находится человек, нуждающийся в помощи. Если речь идет о спецтранспорте МЧС, то этой технике значительно труднее добраться до пожара. Зачастую в таких ситуациях жизнь висит на волоске. В связи с этим сотрудники ГАИ регулярно напоминают водителям, к чему может привести неправильная парковка. В очередной рейд с инспекторами отправились и наши корреспонденты. Картина, знакомая всем городским жителям. Во дворе многоэтажек десятки припаркованных машин. Часто в обход всех правил. В этот раз инспекторы госавтоинспекции выбрали для проверки дворы по улице Мазурово. В первом же из них нарушителей хватает. Все они получают сегодня устное предупреждение. За нарушение требований правил остановки стоянки предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере одной базовой величины. В случае повторного нарушения в течение года штраф составит две базовых величины. Некоторые гомельчане, припарковавшие автомобили возле дома, удивлены, что это нарушение. Реакция у всех разная. Одни начинают спорить с инспектором ГАИ, другие жалуются на нехватку парковочных мест, а третьи предлагают варианты решения ситуации. Жильцы дома должны быть и участвовать в каком-то маленьком собрании по месту парковки, где, как и правильно, и кучнее парковаться. Передвигаясь от двора к двору, участники рейда наталкиваются на ДТП. Одной из машин помяли крыло. Инспекторы отмечают, что это распространенная ситуация. Автолюбители часто ставят авто не по правилам, и оно занимает часть дороги. Не слишком опытный водитель может по неосторожности повредить такой автомобиль. Зачастую неправильная парковка в дворовой территории может привести к ДТП, так как в дворовой территории приезжают водители, у которых стаж вождения не совсем большой и опыта недостаточный. Поэтому ввиду нехватки расстояния при развороте, бывает происходит ДТП. За 8 месяцев этого года за парковку на проездах во дворах со стороны тротуара, прилегающему к жилой застройке, инспекторы госавтоинспекции оштрафовали более 800 водителей, 330 из которых только в Гомеле. За аналогичный период прошлого года число наказанных автолюбителей было на несколько десятков меньше. За парковку в местах, в которых машина создает препятствия для движения специального транспорта, было оштрафовано более 350 водителей, 105 из них в Гомеле. Водители, нарушая правила остановки стоянки во дворах, вы подвергаете опасности жильцов своего дома. Дети становятся невидимыми из-за припаркованных транспортных средств, и на них водители совершают наезды во дворовой территории. Также ваши автомобили мешают проезду экстренных служб, у которых каждая минута на счету, а также коммунальных служб, которые занимаются расчисткой дворовой территории. Инспекторы ГАИ в ближайшее время намерены научить водителей правильно передвигаться во дворах и арках, особенно в часы пик, когда все торопятся на работу или возвращаются домой. Как заверили в госавтоинспекции, кроме предупреждений и наказаний, организована информационно-разъяснительная работа в трудовых коллективах и организациях Гомеля. Наркотики, драгоценности и предметы искусства – это далеко не полный список того, что раз за разом пытаются провести нарушителей через границу. Гомельские таможенники даже создали собственный музей с самым редким конфискатом. Наш корреспондент Вероника Гомзюкова разбиралась, что можно перевозить через границу, а к чему могут возникнуть вопросы. За 8 месяцев этого года через таможню прошли более 2,5 миллионов физических лиц, а также около 600 тысяч транспортных средств. За этот же период выявлено 3622 административных правонарушения, а это в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По количеству административных правонарушений и преступлений, можно сказать, что произошел в этом году значительный рост. Это связано с тем, что однозначно эффективнее стало работать и таможня. К сожалению, возможно, как я предполагаю, нарушителей законодательства стало больше, но работа по предупреждению и по пресечению таких преступлений и правонарушений таможней проводится и будет в дальнейшем проводиться. Наиболее часто люди незаконно перемещают алкогольные изделия, мясную продукцию и сигареты в количестве, превышающем установленные нормы. На этих кадрах белорусы, которые пытались перевезти 9 килограммов свинины под одеждой. Находчивые правонарушители примотали продукт скотчем прямо к своему телу. Наиболее запоминающимися такими случаями в нашей таможне, возможно, на моей памяти можно выделить спрятанные иконы за холодильником в купе проводника. Правонарушений такого характера зарегистрировано на сегодняшний день около 1800. Еще одна проблема для таможенников – это наркотики. Чтобы провести их, преступники идут на различные ухищрения. Например, прячут наркотики в вине, в запасном колесе автомобиля, в бачке для стеклоомывающей жидкости, в порогах машины. Например, в середине сентября мужчина проезжал по зеленому коридору, уверял таможенников, что запрещенный товар не перевозит. Однако под спальной полкой и за спинкой спального сидения сотрудники обнаружили тайники, в которых находились анаболические астероиды. Несколько таких коробок было спрятано и среди личных вещей водителя. Стоимость товара превышала 80 тысяч евро. Общее количество выявленного товара составило 90 картонных коробок, в которых находились более 25 тысяч стеклянных ампул емкостью 1 мл каждая. Пресекать эти случаи помогают различные технологии из последних новшеств. Это использование специальных приборов, которые с помощью рентгеновского излучения позволяют обнаружить запрещенные вещества. Применяются и различные эндоскопы. Результат – ускорение прохода через границу. Результативность такого контроля высока, но при этом, скажем, время, затрачиваемое лицами на перемещение товаров через границу, достаточно минимальное. Соответственно, таким образом мы достигаем наших общих задач. А общая наша задача вместе с гражданами, пресекающими границу, вместе с субъектами хозяйствования – это соблюдение таможенного законодательства. Кстати, помогают в поиске запрещенки и кинологи. В середине августа таможенники возбудили сразу два уголовных дела. Нарушители провозили гашиш, марихуану и амфетамин. В обоих случаях помогла служебная собака. Сначала у 39-летней россиянки обнаружили курительную трубку и сверток фольги с веществом растительного происхождения, темно-зеленого цвета, которая оказалась гашишем. А потом, спустя несколько дней, амфетамин нашли у 33-летнего украинца. У него также была обнаружена марихуана в пластиковом тубусе, который мужчина попытался выбросить перед контролем. Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что нарушение закона никогда не остается без последствий, без ответственности. И, соответственно, призываю всех соблюдать наше законодательство Республики Беларусь, законодательство Евразийского экономического союза и быть добросовестными, бдительными гражданами. За время работы в Гомельской таможне накопилось много изъятых ценностей. Сотрудники таможни открыли собственный музей залом спасенных ценностей. Уникальность экспозиции в том, что некогда ее экспонаты были контрабандой, которую злоумышленники пробовали провести через Беларусь. Увидеть в музее можно археологические артефакты, антиквариат, ценные картины, уникальные иконы и другие раритеты. В целом, гомельскими таможенниками за время существования службы спасены тысячи историко-культурных ценностей. В этом зале спасенных ценностей всем экспонатам более 100 лет. Их перевозили без надлежащих документов. Например, вот эта коллекция настоящих швейцарских часов. А здесь размещается коллекция сосудов и самоваров 19 века. А вот этот экспонат перевозили, маскировав под бревна. У сотрудника таможни они вызвали подозрения, и он отправил их на экспертизу, которая подтвердила, что это настоящая бивня мамонта. Перед пересечением границы сотрудники таможни рекомендуют интересоваться нормами и правилами провоза товаров и материальных ценностей. Если вы не уверены, что можно перевозить, или не знаете, как это сделать правильно, рекомендуется проходить контроль через красный коридор. В таком случае вопросов к вам будет меньше, чем на зеленом коридоре. Помните, если все делать согласно закону, пересечение границы станет быстрым и беспроблемным. Вероника Гамзюкова, Евгений Макеенко. Специально для программы «Дефакто». 20 сентября – день белорусского таможника. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1996 году указом президента. 23 года таможенная служба Беларуси стоит на страже границ и экономических интересов государства. Успешно развивается, оформляет миллионы тонн грузов, борется с контрабандистами, регулирует потоки миграции и выявляет нарушения административного законодательства. Прямо сейчас в студии программы «Дефакто» о результатах деятельности сотрудников Гомельской таможни и правилах пересечения госграницы мы поговорим с начальником этого ведомства Феликсом Ешковым. Феликс Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Для начала разрешите от всего сердца пожелать и поздравить ваших сотрудникам с профессиональным праздником, пожелать им здоровья, благополучия, а также карьерного процветания. Большое спасибо. Спасибо. Расскажите, с какими результатами сегодня отмечает этот день Гомельская таможня? Я думаю, что на теперешний момент вполне уместно некоторые промежуточные итоги нашей работы в этом году подвести. И если говорить традиционно по блокам, по блоку организации таможенного контроля, по правоохранительному нашему направлению, по экономическому, то мы отмечаем, что несколько вырос поток и транспортных средств, и физических лиц через границу по сравнению с предыдущим периодом. 2 миллиона 700 тысяч физических лиц пересекло границу к этому моменту и порядка 600 тысяч транспортных средств. От деятельности Гомельской таможни, если говорить об экономике, в бюджет перечислено 1 миллиард 20 миллионов белорусских рублей. Если говорить о правоохранительной составляющей, то выявлено более чем 3600 административных правонарушений. Уголовная практика такова, что непосредственно таможнем возбуждено 16 уголовных дел, и по материалам таможни, переданным в иные правоохранительные ведомства, возбуждено 38 уголовных дел. Я думаю, что вполне такие достойные результаты работы, и думаю, что мы повысим эффективность работы своей, и к концу года мы похвастаемся успехами. Это цифры, а каковы тенденции, если сравнить аналогичный период прошлого года? Тенденции по перемещению товаров, транспортных средств и физических лиц через границу, действительно увеличение перемещения, определенное увеличение перемещения. То, что касается выявления совершенных правонарушений, вот по административным правонарушениям, как таковым, рост к сопоставимому периоду прошлого года в два раза практически. То, что касается перечисления взысканных таможенных платежей в республиканский бюджет, то мы на уровне предыдущего периода практически. Какие инновации в системе таможенного оформления за последние пять лет произошли в Гомельской таможне? В Гомельской таможне произошло действительно довольно много таких событий, связанных с оптимизацией нашей работы. Но в первую очередь я бы хотел сказать, что это тенденция общая для всех таможенных органов Республики Беларусь. И со вступлением в силу таможенного кодекса Евразийского экономического союза, безусловно, повышается роль таможенных органов в администрировании перемещения товаров через границу. И велика роль таможни в том, чтобы такие товары через границу перемещались как можно быстрее. И с этой целью мы, безусловно, оптимизируем и технологии совершения таможенных операций, и принимаем меры к тому, чтобы таможенные операции совершались нами в минимально возможные сроки, без ухудшения качества таможенного контроля. Мы, безусловно, ориентируемся на то, что таможня должна стать в конечном итоге электронной таможней, поэтому информационные технологии во главе угла. Ну и если резюмировать, то мы делаем все для того, чтобы товары, транспортные средства перемещались через границу быстрее, чтобы товары быстрее выпускались в заявленных таможенных процедурах, и для того, чтобы физическим лицам, которые перемещаются через границу, были созданы комфортные условия. В качестве примера можно привести, наверное, то, чем мы по праву можем гордиться. Это автоматический выпуск товаров. То есть при выпуске товаров в автоматическом заявленных процедурах участие сотрудника таможни не требуется. Для удобства физических лиц, к примеру, проводим эксперименты в Новой Гуте и в Новой Рудне в пунктах пропуска. Если какой-то товар, который физическими лицами перемещается, не проходит по каким-то причинам, либо ветеринарный контроль, либо фотосанитарный контроль, то физическое лицо имеет возможность специальные контейнеры просто-напросто этот товар выбросить. Не только же занимается Ваша служба совершенствованием операций таможенного оформления, но еще и совершенствованием средств контроля. Как ведется борьба с нарушителями законодательства, контрабандистами? Безусловно, без технических средств таможенного контроля, наверное, наша работа была бы недостаточно эффективной, а можно сказать, совершенно, наверное, неэффективной. Потому что одними руками, наверное, много не сделаешь и много нарушений не выявишь. Мы технически перевооружаемся, и я хочу сказать, что процесс этот идет весьма успешно. Вот из недавнего в качестве примера могу привести, что в качестве определенной помощи мы от Китайской Народной Республики получили для наших пунктов пропуска, в частности, детектор, обнаружение следов взрывчатых веществ, наркотических и психотропных веществ. Это достаточно компактное устройство, которое позволяет выявить даже в минимально возможных количествах следы тех веществ, о которых я сказал. У нас в Новой Гуте, опять-таки, в качестве помощи от Китайской Народной Республики размещен томограф так называемый, то есть это устройство, которое использует принцип трехмерной томографии. И очень быстро, очень эффективно при помощи этого томографа в личных вещах перемещающихся граждан через границу можно найти то, что перемещать все-таки запрещено. Мне кажется, люди просто даже не подозревают о тех возможностях, которые сейчас есть у ваших сотрудников. Безусловно. И можно продолжать говорить о технических средствах. Я единственное скажу, что мы движемся в сторону неинтрузивных технологий. То есть мы должны проводить при помощи технических средств операции контроля таким образом, чтобы не надо было подвергать объект контроля ни разборки, никаких болтиков, винтиков, гаечек выкручивать, а специальный прибор. Наверное, и контрабандисты что же совершенствуются? Их, наверное, методы тоже становятся более такими ухищренными? Ну, это, наверное, объективно идет определенное соревнование, если можно такой термин применить. Контрабандисты ухищряются в своих попытках незаконно переместить что-то через границу. Таможенные органы, они совершенствуют свою деятельность, в том числе и с точки зрения взятия на вооружение самых новейших разработок технических. Путешествия и деловые поездки в другие страны немыслим и без прохождения таможенного контроля. Как законно пересечь границу и что перевозить нельзя, мы поинтересовались у гомельчан. Внимание на экран. Я ничего такого не перевожу, поэтому. Ни деньги, ни алкоголь в больших количествах, ни сигареты. Так что, если я иду отдыхать, значит, я иду отдыхать. Как безопасно? Меть при себе все документы, которые должны быть. Паспорт в первую очередь. Все. И хорошее настроение. Ну а сало там с Украины можно везти, нет? Ну не знаю, мы не возили. Говорят, что нельзя. Сало, мед нельзя вроде бы. Не знаю. Таможенные, кстати, улыбаются. Очень позитивные. Ничего не могу сказать. И наши тоже очень быстро пропустили. Так что там все было отлично. Если ехать в Украину, то надо украинские брать с собой. И все. Поменяли в банки и спокойно пересекли границу. Соблюдать надо в первую очередь законодательство. И таможенное. В любом государстве при прохождении границ существуют какие-то правила. Надо в первую очередь их соблюдать. И будет все нормально. Обо всем не сказали люди. Может быть, вам есть что добавить? Ну, я хотел бы сказать, что зачастую сотрудников таможни, которые несут свою службу в пунктах пропуска через границу, путают с представителями других государственных органов, которые тоже свои виды контроля на границе осуществляют. И вот даже из того, что мы увидели, видно, что нас где-то и с пограничниками путают. Потому что многие из опрашиваемых говорили о том, что паспорт надо с собой взять. Две службы на границе, и поэтому люди все смешиваются. Хотя я скажу, что, к примеру, при въезде в Республику Беларусь до таможенного контроля необходимо пройти пограничный контроль, необходимо пройти транспортный контроль автомобильный, санитарно-карантинный, фитосанитарный, ветеринарный, и только потом таможенный контроль. Феликс Валентинович, я благодарю вас за конструктивный разговор и еще раз поздравляю с праздником. Спасибо. Спасибо. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий, попавших в объективы видеокамер телефонов, регистраторов и систем наружного наблюдения со всего мира. Редкое и опасное природное явление 15 сентября могли наблюдать водители под Новосибирском. Молния ударила прямо в автомобиль Toyota RAV4, двигавшийся по Бердскому шоссе. Кадры с инцидентом выложили в соцсети очевидцы. Молния попала в заднее стекло автомобиля. Водителю пришлось остановиться на проезжей части. Он и его пассажиры отделались испугом, а вот машина получила повреждения. А на Ямайке молния ударила прямо по футбольному полю. Грозовой разряд поразил двух игроков во время встречи юношеских команд. В результате они упали на газон. Им понадобилась помощь медиков и госпитализация. Примечательно, что другие игроки не пострадали. После удара молнии не все поняли, что произошло. Даже игра остановилась не сразу. Пострадавших игроков унесли на носилках. На севере Индии в реку обрушилось здание школы. Вода постепенно подмыла фундамент и поглотила местные учреждения образования. Пострадавших нет. За три месяца до происшествия школу закрыли, а учащихся и преподавателей перевели в другое помещение. Вряд ли кому-либо доводилось так прощаться с Альмаматор, написали в комментариях некоторые из бывших воспитанников школы. А вот как теперь будут тушить пожары в Норвегии. Спасатели продемонстрировали последнее достижение науки. Супертент для ликвидации возгорания автомобилей. Машину просто накрывают негорючим брезентом, и все. Доступ кислорода прекращается. Огонь гаснет сам по себе. Очень удобно там, где достать воду проблема. Например, в пустынной местности или в условиях Арктического Севера. Ездить на автомобиле по пешеходной зоне нельзя не только потому, что правила запрещают, но еще и из-за того, что это чревато неприятностями. Нет, не для пешеходов, для водителей. В Казахстане, разворачиваясь на тротуаре, внедорожник провалился колесом под плитку. Из-за порыва канализационной трубы под ней осел грунт, и автомобиль намертво застрял на пешеходной зоне. Водителю пришлось вызывать спецтехнику, чтобы высвободить свой внедорожник. Вовремя унесли ноги. В Челябинске двое работников нефтебазы убежали от взрыва, словно каскадеры голливудского фильма. Во время заправки бензовозов топливом произошло воспламенение паров бензина, так называемое капельное зажигание. В итоге рвануло прилично. В огне оказались две автоцистерны с горючим. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, но рабочие живы. Их осмотрительности можно только позавидовать. Правда, одному из мужчин понадобилась медицинская помощь. Пламя причинило ему несколько ожогов. Дорожные войны старые, средства нападения новые. В Москве, на Варшавском шоссе, водитель наказал своего оппонента по конфликту выстрелом в шею из сигнальной ракетницы. Стрелок быстро уехал, а вот водителю, ставшему мишенью, пришлось тушить фейерверк у себя под одеждой. На помощь к мужчине выбежала пассажир. Оказалось, что капсюль со светящимся составом застрял у мужчины под кофтой. Потерпевший был госпитализирован, а водитель, стрелявший из сигнального пистолета, найден полицией. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». А вот как в США задерживают нарушителей на автомобиле. Этот внедорожник пытался уйти от погони, но его ловко подрезал патрульный джип, после чего машина злоумышленников вошла в неуправляемый занос и была заблокирована другим полицейским авто. В салоне находились четыре преступника. Они обокрали продуктовый магазин почти на 4 тысячи долларов. На шоссе их машину заметили полисмены, и уйти от преследования ворам не удалось. И напоследок кадры сокрушительного дорожно-транспортного происшествия. Столкновение легковых автомобилей в Англии, попавшее в объектив камер наружного наблюдения. Пример того, какой может быть цена невнимательности на дорогах. Один из автомобилей не остановился перед светофором и получил удар в бок. Пассажиры и водители обоих транспортных средств были доставлены в больницу. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова